В жизни каждого человека педагогов много, но первый учитель – это человек особенный. Школьные годы чудесные, душною с книгой, с песней, как они быстро летят, их не воротишь назад, разве они пролетят без следов? Нет, не забудет никто никогда, школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвет, юность бушует, как вешние воды, скоро мы будем вступать в комсомол, так продолжаются школьные годы. «Ты же будешь учительницей!» – так говорили тогда еще совсем-совсем юные Ирме Федоровне, когда она маленькая, шустренькая, крутилась в школьном дворе. И действительно, после школы с двумя подружками поступила в Сыктывкарское педагогическое училище. Причем поступила без проблем, в школе училась хорошо. После четырех лет у нас еще были курсы, комик-класс был, Б – мы были русский класс и цепи нервожатые. И вот из трех классов, значит, отобрали, я не знаю, человек 20, наверное. И мы учились, и нас учили. Все разъехались на каникулы, а мы… Музыки, да? Да, а нас учили в музыке. Причем настолько хорошо получалось, что Ирму Федоровну даже пригласили петь на радио. Вспоминает, как расстроилась с подругами, когда узнала о смерти любимого композитора Исаака Дунаевского. С огромным удовольствием же пела его песни. А потом распределение – в Ухтинскую школу, а спустя 9 лет и в Печорскую школу. Кстати, с директором Еленом Васильевичем Морозом встретилась еще в педучилище. Они приходили к нам в наш огромный высокий зал в педучилище, да? Ну, сейчас там какая-то галерея. И парни из института приходили к нам играть в волейболы, там баскетболы, ну что там еще. И Мороз среди них. И я еще на нее смотрю, ну, Господи, какой высокий человек, я такого не видела никогда. И этот высокий человек стал ее единственным директором и в пятой, и в четвертой школах. Кстати, классы, которые давали Ирме Федоровне, были огромные – по 47 человек. Вспоминает, как приходил на ее открытые уроки директор. Даже стул ему поставить некуда было. Приносили из столовой узенькую табуреточку и пристраивали к последней парте. Каждого первокласснику надо было научить, каждому уделить внимание. «Чудо! Я приду в голову на работу, двери, они уже все стоят. Я только иду, они уже все стоят. Разумные ребятки, разумные, хорошие. У меня были очень большие классы, и Мороз идет, ведет, снова ведет их. Вот они говорят, надо куда-то посадить, а места нет. Еще партон, это сюда. Было так, что стол учительского, самые доски стоят, тебе не пройдешь». Это уникальное поколение учителей – педагогов. Им было бы очень стыдно, если их ученики пошли заниматься с репетиторами. Не считали своего времени. Со слабыми учениками оставались после уроков, лично каждому еще и еще раз объясняя материал. Наверное, поэтому на юбилей 85-летия своей первой учительницы, заслуженного работника науки и культуры Коми-СССР, пришли ее бывшие ученики. Уже солидные люди – пенсионеры. А для нее они Сережа, Лена, Таня и Андрюшка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова